Всем привет! Вы на канале Жизнь и Отдых в Сочи. С вами Татьяна. И сегодня топ-10 плюсов, ради чего стоит переезжать в этот прекрасный город. Прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а мы начинаем! Жить на море – это мечта, если не каждого, то многих. Мы с детства мечтали жить на море, и наша мечта осуществилась. Что может быть прекрасней? Прогуляться вдоль моря, подышать влажным, чистым воздухом. И это круглый год. Всего лишь для этого нужно выйти на улицу. Хоть Черное море и не богато морепродуктами, но здесь есть мидии, есть устрицы, есть барабуля, камбала. Приезжая на рынок, мы всегда покупаем свежую рыбу, и не замороженную, как по всей России. А вот она здесь, свеженькая, утром выловленная. И ты питаешься свежим, чистым продуктом с пользой для здоровья. Морские процедуры очень полезны для всего организма. Кожа насыщается йодом, ты вдыхаешь этот воздух, и вы знаете, йод очень полезен для нашего организма. Кроме того, это очень полезно для детишек. Море, солнце, организм питается витаминами, витамином D, заряжает организм ребенка на зиму, чтобы иммунитет укрепился. То есть ножки, психический массаж. Самое лучшее для здоровья ребенка. И не зря все педиатры очень часто болеющих детей отправляют на море не на 2 недели, не на 10 дней, а желательно на месяц. Все, кто так же, как мы, мечтали жить у моря, приезжайте, наслаждайтесь морем и живите здесь. В Сочи теплая зима и нежаркое лето. Бывают, конечно, температура может достигать и 38 градусов, но в среднем жара комфортная. Влажный воздух для нас это большое преимущество, потому что нос, нос, он нас дышит здесь. Не нужны никакие сосудосуживающие капли. И для нас это очень большой плюс. Также, так как теплая зима, не нужна теплая зимняя одежда. Сапоги, валенки, теплые шапки, пуховики, шубы. Это очень здорово. Еще, что очень-очень радует, здесь очень мало всяких кусачих насекомых. Потому что в нашей Тюмени их в изобилии. Мошки, комары, то есть стоит выйти в Тюмени на улицу, вас облепит целая куча комаров. Здесь их нет. Но если есть, то совсем немножко и вечерами. То есть это тоже огромное преимущество. И мы счастливы от этого, потому что можно спокойно наслаждаться вечером. Так как климат теплый, субтропический, морской, дети меньше болеют, быстрее выздоравливают. Нет таких больших перепадов, как от минус 30 до нуля. Там, допустим, от плюс 30 до плюс 12. То есть это большой перепад, переохлаждение организма. Соответственно, ребенок может запросто заболеть. Здесь таких перепадов нет. И, соответственно, дети меньше болеют. И, кстати, это одно из самых весомых плюсов, из-за которых мы переехали в Сочи. В Сочи все спокойно, никто никуда не бежит. И такое состояние располагает к спокойствию, к умиротворению. То есть меньше стрессов. И тем самым ты наслаждаешься жизнью, меньше нервничаешь. И, естественно, это положительно сказывается на вашем здоровье. Но еще хочу сказать, что это самый теплый климат в России, самый лучший. И мы счастливы, что мы теперь живем здесь. Если вы захотели провести время, съездить на уикенд, то в Сочи очень-очень много мест, куда можно съездить с семьей, провести свой выходной. Будь то горы, будь то поход, водопады. Также можно просто, конечно же, к морю сходить. Можно съездить в Абхазию, съездить на Красную Поляну, подняться на самую высокую точку, на Розу Пик, например. Много всевозможных мест, куда хочется съездить. И на любой кошелек. Очень много турбаз рядом с водопадами, рядом с водоемами, рядом с горными реками, где можно просто приехать, посидеть, пожарить шашлычок, провести прекрасное время со своей семьей, в какие-то игры поиграть с детками. Также можно проехаться вдоль побережья в соседние города, посмотреть, что в этих городах находится. Также вдоль моря очень много санаториев, в которых вы можете пройти за небольшую плату и провести прекрасное время. Может быть, полечиться, может быть, просто отдохнуть на море, а может быть, сходить в бассейн. Да вообще в Сочи вам не придется скучать ни зимой, ни летом. Всегда найдется, чем здесь позаниматься, куда сходить и где отдохнуть. Экологическая ситуация в Сочи на хорошем уровне. В Сочи нет вредных производств. Единственное, что загрязняет воздух, это плотный поток машин. Особенно это ощущается в районе вокзала, где много административных зданий и очень часто встречаются пробки. Что касается питьевой воды, местные жители совершенно спокойно пьют воду из-под крана. В школах также совершенно спокойно местные жители пьют из крана, берут стаканчик и спокойно пьют. Мы, конечно, еще не можем к этому привыкнуть. До сих пор кипятим воду, либо пользуемся фильтром. Но, как показывает практика, и местные жители нам рассказывали, что вода чистейшая, и они совершенно спокойно пьют ее из-под крана. И хочу сказать по своему опыту, действительно, когда моешься сочинской водой, совершенно другие ощущения. Вода мягкая, кожа совершенно не сохнет, не чешется. Не нужно использовать никакие кремы для того, чтобы смягчить кожу, потому что она и так мягкая и шелковистая. И это я все сравниваю с тюменью, потому что в тюмени вода очень жесткая, и все время сохла кожа рук, и приходилось пользоваться кремом. Сочи – это город федерального значения. Если посмотреть статистику, то в Сочи окажется достаточно низкий уровень преступности. Об этом говорят и даже сами местные жители. Уровень преступности повышается в период наплыва туристов, и в большинстве своих случаев эти преступления или административные правонарушения совершают сами туристы. К примеру, у нас со знакомой рассказывали, что отдав ребенка в детскую комнату, мама совершенно забыла про нее и не пришла. И когда закончила работать детская комната, начали звонить маме, а мама оказалась в полицейском участке за какое-то правонарушение, а ребенок остался брошенным. И вообще местные жители совершенно спокойно отпускают своих детей на прогулку или от них дойти до школы, до каких-то кружков. Совершенно спокойно могут отправить на автобусе также в школу и не бояться этого, потому что здесь более безопасно, чем в других регионах России. Также нам задавали вопросы о межнациональных отношениях здесь, в Сочи. По своим собственным ощущениям и опыту наших друзей и знакомых никаких конфликтных ситуаций не возникает. Достаточно хорошее взаимоотношение с другими национальностями, которые присутствуют в Сочи. В Сочи довольно комфортно передвигаться на машине. Отличное дорожное полотно, которое всегда ремонтируется, если что-то испортилось. Очень мало пробок, но в данный момент мы стоим в пробке, потому что сейчас пик сезона, и в этом отрезке всегда, когда приезжают туристы, существует пробка. Мы ее обычно объезжаем, но сегодня у нас это не получилось. Вот, и сейчас мы стоим. Очень мало светофоров, большинство из них на перекрестках просто мигают, и из-за этого тебе не приходится очень долго стоять на этих перекрестках, и движение осуществляется довольно быстро. А еще нас приятно удивила манера вождения самих сочинцев. Они очень вежливые, всегда пропускают, по сравнению с другими регионами нашей России. Никогда не приходится долго ждать на повороте, тебя безусловно пускают, и как бы это само собой разумеется. Строится из одного ряда в другой, не составляет никаких проблем, включаем поворотник и спокойненько перестраиваемся. Сочи довольно-таки комфортно передвигаться на автомобиле, и это действительно плюс. Сочи – самый красивый город России, но это по моему мнению. Это обусловлено тем, что здесь очень красивая природа. Это единственный регион России, в котором растут тропические растения. Здесь все ухоженно, везде постриженные газончики, все зеленое круглый год. Приятно смотреть, наслаждаться и гулять. Очень чистый город. За чистотой города очень сильно следят. Везде стоят мусорки. Никакого мусора нигде ты не найдешь. Очень чистые улицы, дороги. Нету пыли. Мы машину очень редко моем, потому что, ну, моем, ну, потому что там чуть-чуть пыль у нас насела на машину. То есть из-за этого очень чистый воздух. Перед Олимпиадой город был достаточно сильно обновлен. Обновили дома старого фонда, сделали красивый фасад у них. Также отреставрировали тротуары. Они выложены красивыми камушками, брусчаткой. Город стал красивым, современным, комфортным для жизни и для отдыха. И прожив здесь уже целый год, мы каждый раз с большим удовольствием выходим на улицу, каждый раз наслаждаемся этой природой, этой красотой, как будто бы только первый раз приехали. Как вы знаете, к Олимпиаде Сочи глобально отстраивался. Были построены олимпийские объекты, полностью переконструирована набережная Адлера. Также были построены развязки, тоннели, мосты. Было налажено транспортное сообщение между Туапсой, Адлером, Краснотаром. И все это на современном поезде «Ласточка». Открываются спортивные школы от известных спортсменов. Спортивно-развлекательная жизнь здесь кипит, проходит много разных мероприятий, такие как Кубоконфедерации или Формула-1. То есть много-много всего интересного. В Сочи, за редким исключением, люди очень добрые, отзывчивые и доброжелательные. Они живут в неспешном режиме. Люди здесь работают для того, чтобы жить, а не наоборот. Поэтому, если вы вдруг договорились о встрече, то будьте готовы, что на встречу к вам могут опоздать или вовсе забыть про вас. Так что не поленитесь, напомните о встрече. А такое качество, я думаю, свойственно всем южным людям. В Сочи очень развита культурная жизнь. Сюда круглый год приезжают разные музыканты, музыкальные коллективы и артисты. Также здесь очень часто проходят разные фестивали, кинотавр, «Новая волна», приезжает КВН и проходят разные культурные события. В общем, в Сочи скучать точно не придется. У нас, например, июль и август уже расписаны на культурные события. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, нам это очень приятно. Пишите вопросы и комментарии. Подписывайтесь на наши сети Instagram, ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!